Алексей Чагадаев, китаист, Лепсевский университет, представляет сегодня в нашем эфире. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Не знаю, не думаю, что тогда в 2002 году Джордж Буш, обращаясь как раз тогда к народу в Соединенных Штатах Америки, впервые использовав, хотя и ранее об этом говорили, но впервые так задекларировал этот термин «ось зла», имея в виду тогда государства, которые финансируют терроризм, либо же финансируют группировки на территории других стран, в частности, поставляя им оружие, финансовую поддержку и так далее. Тогда это была немножечко иная ось зла. Не знаю, тогда ли были понимания, что в будущем этот термин не просто, скажем так, появится и будет использоваться в лексике, но будет использоваться как термин и как понятие, которое несет очень глобальную угрозу. Об этом говорил недавно Иен Столтенберг, что вот эта вырисовывающаяся такая ось зла действительно на сегодняшний день является критически небезопасной для планетарного как раз масштаба. Это уже я добавляю. Сегодня мы говорим о Китае. О Китае как одном из главных государств, которое на сегодняшний день в этой цепочке ось зла играет наверняка одну из важнейших ролей. Скажите, пожалуйста, Алексей, действительно очень много сейчас визитов со стороны США осуществляется в Китай, поэтому хочу у вас уточнить. Вот эти визиты на днях уже очередной визит, уже повторный, кстати, и Дженнифи Эллен, министр финансов США. Теперь уже, опять же, не первый визит и Антони Блинкина в Китай. Как вы считаете, это все-таки такие более декларативные все-таки визиты, потому что действительно есть обращение к бизнесу, к предпринимателям и к властям? Либо же вот эти визиты, они несут за собой нечто иное и более глобальное? Нет, я думаю, это действительно практические визиты, потому что мы помним ковид. На время ковида все деловые контакты и все бизнес-контакты с Китаем были заморожены, в том числе по причине политического кризиса и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. То есть сложилась ситуация, при которой со второй крупнейшей экономикой в мире, с китайской, ни европейские лидеры, ни европейский бизнес, ни американские лидеры, ни американский бизнес не общаются. Сложился некий вакуум, при котором Владимир Путин, конечно же, воспользовался этим случаем и наладил личные персональные отношения с господином Си, что теперь пытаются наверстать, в том числе Олаф Шольц, он только что недавно вернулся из визита в Китай, и это был уже второй визит его в Китай на посту канцлера Германии, второй за полгода фактически. И в этот раз он ездил и со своими министрами, и с крупнейшим немецким бизнесом. Насколько я понимаю, там от 9 до 12 крупнейших немецких бизнесменов сопровождали его в поездке и в Чунцинь, и в Шанхай, и в Пекин. Таким образом, мы видим, что это действительно практическое взаимодействие, потому что стороны понимают, что без понятного практического взаимодействия не очень понятно, чего можно ждать в будущем, потому что все эти меры требуют персонального обсуждения с Си Цзиньпином, персонального обсуждения с министрами и персонального обсуждения с китайским бизнесом. Что мы хотим от них получить, что мы готовы предложить взамен. Стало очевидно, что ни США, ни Европейский Союз не могут надавить в той мере, в которой бы они хотели с точки зрения политического давления, внешнеполитического давления на Китай, чтобы получить что-то взамен. Завтра США или Европа не может позвонить Си Цзиньпину и сказать, мы хотим так, сделай так. Нет, такого не будет. Поэтому здесь единственный вывод — договариваться и договариваться о взаимных уступках, о взаимных преференциях. Давайте мы, условные немцы, будем и дальше пускать китайские инвестиции на территорию Германии, но взамен мы просим, чтобы вы не занимались перевыпуском и излишним экспортом китайских автомобилей на электродвигателях. Вот такой сейчас идёт вполне себе, мне кажется, практичный бизнес-диалог. Как-то до США давайте ещё тоже вспомним. Понятно, что там бизнес-отношения достаточно, ну, как бы там многие не думали, они есть, они продолжаются. Но вот о новых преференциях, вот как вы считаете, чем Антони Блинкин может в этот раз, этот визит, говорю как есть, но чем может взять тех, с кем он будет встречаться? Да, вы абсолютно правы, когда в сюжете сегодня говорилось о том, что снизились поставки, поставки снизились из Китая в Россию не потому, что российскому бизнесу захотелось меньше покупать или китайскому бизнесу захотелось меньше продавать. Вот, опять же, китайский бизнес, наверное, проснулся, и почему-то он что-то не хочет продавать. Нет. Проблема как раз в платежах, потому что, да, российский бизнес может хотеть что-то купить, а китайский бизнес может хотеть что-то продать, Но для этого должна осуществиться транзакция. И мы видим, что китайские крупнейшие банки действительно очень, ну скажем честно, скрупулезно придерживаются тех санкций, которые наложены на Российскую Федерацию со стороны ЕС и со стороны США и опасаются угрозы вторичных санкций. Поэтому крупнейшие китайские банки не работают с Россией, но остаются банки второго уровня, остаются банки третьего уровня, остаются офшорные зоны Гонконг, в которых можно создавать прокладки, в которых можно создавать дочерние компании. И мне кажется, здесь как раз любопытно, первое, это ограничение банковских операций, и на это действительно Блинкин будет давить. Но второе, давайте мы, наверное, сразу скажем то, чем может ответить Китай. Китай скажет, хорошо, но ведь мы-то ничего не поставляем такого, что могло бы быть запрещено. Вышло исследование Киевской школы экономики, которое говорит, что Китай поставляет только 4% всей критической инфраструктуры в Россию. Все остальное, 95%, это Англия, США, Япония, Южная Корея, но делают они действительно это в обход других стран, часто нелегально. Поэтому здесь идет вопрос, который китайцы, по-моему, несправедливо могут поднять. Хорошо, мы продаем, и наши компании прокладки продают, но ваши производители разрешают это продавать и никак это не контролируют. Поэтому претензия к Блинкину будет, уважаемые компании США, производители США, контролируйте свой импорт. Алексей, а какая в этом смысле польза Китаю от таких соседей, которые разделяют Китай и Россию, хотя огромная общая граница, как, например, Казахстан? Вот может ли Казахстан помочь в этом смысле Китаю как-то и с Блинкиным не ругаться, и на России зарабатывать? На России Китай продолжит зарабатывать. Когда мы слышим российских пропагандистов о том, что Китай помогает России или Китай оказывает помощь России, мы должны вот этот сказуемый, этот глагол заменять на «ведет нормальную экономическую деятельность». Пока у России есть деньги и Россия готова что-то покупать, Китай готов это продавать, в том числе по очень хорошей цене, потому что это очень дорого, плюс прокладки, плюс посредники, плюс валютный контроль, плюс сложности с платежами. Поэтому Китай зарабатывает очень неплохо, и китайские бизнесмены зарабатывают очень неплохо. Они не предоставляют эту помощь бесплатно. Никто китайские машины, китайские станки просто так не гонит. Россия за них платит, и Китай этому очень доволен и очень счастлив. Поэтому здесь никаких ограничений, конечно же, нет, но страны Центральной Азии, Гонконг, Сингапур, конечно же, участвуют в этих схемах. Турция, Саудовская Аравия, здесь нет никаких сомнений. В чем, наверное, главный вопрос? Для Китая нет никаких отношений в мире, кроме главнее отношений США и КНР. Вот все остальное, все, что происходит в мире, это все абсолютно побочная история, которой можно пренебречь. И в этом отношении США и КНР – это вот такой уродливый сиамский близнец, которые жизненные системы, жизнеобеспечивающие системы которых настолько срослись, что не очень понятно, по кому придется больше удар. Торговая война ведет уже 6 лет, и сальдо торгового баланса не изменилось. Китай все еще продает в США больше, чем импортирует из США. То есть Трамп начинал с того, чтобы как-то ограничить поставки из Китая. Нет, ничего не получилось. Да, есть небольшой прогресс, но он действительно небольшой. Поэтому для Китая отношения с США – это самое важное, что у него есть. И ради них, конечно, он готов поступиться всем, чем угодно. Вот, собственно, санкции об этом и говорят. Алексей, всегда, когда говоришь с китаистом, завидуешь, потому что вы владеете языком, это открывает вам целые залежи информации. Как вообще в официальных, я так понимаю, только официальные органы печати в Китае, как вообще на эту тему пишут и пишут ли что-то? А о том, как Китай на России зарабатывают, как его в этом, за ним следят Штаты? Вообще эта тема, она присутствует не в экспертном сообществе, а в целом, вот просто в средствах массовой информации? Нет, не присутствует. И сейчас в средствах массовой информации, наоборот, педалируется тема улучшения отношений с США. Си Цзиньпин приглашает китайских, американских студентов. Си Цзиньпин приглашает американский бизнес. Мы видим, как американский бизнес приезжает в Шанхай. Мы видим, как растет обмен студентами, который фактически прекратился из-за ковида. То есть главная тема китайских СМИ сейчас – это улучшение отношений с США. И главный мотив – этот кризис будет невыгоден никому. Если поссорятся США и КНР, вот это совсем будет очень плохо. Обсуждение ситуации с Россией находится, как мне кажется, сейчас вне экспертного поля, наверное, даже вне массового поля, но эксперты очень много на эту тему рассуждают. Вот последние статьи в «Экономисте» китайских дипломатов, они вызвали в том числе очень большую бурю обсуждений в пророссийских каналах, потому что китайцы задают вопрос. Хорошо, а зачем вообще эта война? И какие цели преследует Россия? И почему мы, Китай, должны в это вписываться? Ситуация складывается уникальной, потому что, казалось бы, Китай больше экономического веса несёт, больше политического веса несёт, но ситуация складывается так, что Китай оказывается вот той самой собакой, которой управляет её хвост. То есть повестку на дипломатическом поприще задаёт Россия, и китайское экспертное сообщество задаёт вопрос, а что вообще происходит? Вообще-то это мы должны задавать внешнодипломатический тон, вообще-то это мы должны определять политику, но получается так, что последние несколько лет каждый раз мы следуем на поводу России. То есть отдаётся почтение, так скажем, российской дипломатии, но задаётся вполне себе логичный вопрос, а почему мы это делаем? Вот чтобы что, чтобы была дешёвая нефть, так у нас дешёвая нефть из Винусселлы есть. Алексей, а ещё немножечко, да, у нас есть время, и хотелось бы ещё поговорить, всё-таки тут уже мы в преддверии мая, а май может ознаменоваться как раз и поездкой Путина в Китай, да, то, что планируется и встреча с Зиньпином и так далее. Хотя я так понимаю, что ещё нету, ну, не анонсировалась дата конкретная, да, судя там, и Ройтерс об этом пока ещё не называет эту дату, но информация о том, что как раз это произойдёт, я думаю, что после 7 мая. Я так думаю, потому что, понятно, там пройдёт процедура этой, так называемой, инаугурации и так далее. А вот эта вот поездка Путина к Си, это будет такая ответная всё-таки поездка после того визита, как Си приезжал в Российскую Федерацию, либо же здесь тоже, возможно, после этой встречи какие-то новые факты появятся, на которые необходимо будет обратить внимание. Как вы прогнозируете? Да, во-первых, здесь есть несколько слоёв, вы абсолютно правы. Первый слой — это действительно дипломатический этикет, потому что был совершён визит, нужно нанести ответный визит, это абсолютно так. Второй слой — это демонстрация внутри России, и для этого, собственно, Лукашенко очень часто приезжает в Пекин, для того, чтобы показать, смотрите, я не в международной изоляции. Вторая экономика мира, председатель Си пожимает мне руку, собственно, мы это видим каждый раз, когда Лукашенко что-то грозит. Лукашенко из России и тому подобное, он тут же приезжает в Китай и, собственно, пожимает руку своему доброму другу Си. Это стандартная история. А третья история — это всё-таки усиление взаимодействия между китайскими и российскими чиновниками. Собственно, мы это видели последние несколько раз, когда приезжал премьер-министр России Мишустин, и вот буквально за руку знакомил российского министра и его китайского партнёра для того, чтобы наладить взаимодействие. То есть сложилась такая уродливая ситуация, при которой китайский бизнес малый и средний понимает правила игры, он просто брошен, поэтому он вынужден искать какие-то каналы оплаты, поставок, логистики. Крупный бизнес — это условный нефтегаз, на который, собственно, держится 90% российского экспорта. Им тоже давно дорога открыта. Если есть у российского бизнеса проблемы с оплатами, то если вырос нефть или Газпром, то у вас проблем точно не возникнет, потому что за вас отвечает лично президент. А на уровне политическом сложилась ситуация, при которой страны и стороны друг друга не понимают, не понимают, как они должны налаживать взаимодействие, не понимают, что они должны вообще делать. Это второй, это ещё один слой. И четвёртый слой — все наши сейчас встречи между Россией и Китаем напоминают такой экзамен на вменяемость. Мы видели реакцию Китая, когда началось военное вторжение России в Украину. Это было полное непонимание. Что бы что? Для чего? И, возможно, если бы оно закончилось в три дня, наверное, у Китая бы возникли вопросы, но это бы решилось кулуарно. У Китая возникает всё больше вопросов, сколько это продлится, какие цели, какие результаты, и каким образом вы будете решать эту проблему. Поэтому сейчас каждая встреча СИИ и Путина, и чиновников от СИИ — это проверка на адекватность. Что вообще происходит? Чем вы вообще занимаетесь? Последние два года, видимо, российским властям удаётся убеждать китайских коллег, что это всё на пользу. Все богатеют, все счастливы, и вот скоро закончим. Как долго это продлится, не очень понятно. Алексей, вам огромное спасибо. Будем рады видеть ещё в наших эфирах. Обязательно пообщаемся. Алексей Чугадаев, китаист, представляет Левцевский университет, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.